Сегодня в программе увлекательное путешествие по Микронезии, по государству с красивым названием Сотружества Северных Марианских Островов. Наша съемочная группа посетила несколько островов, но сегодня в программе мы расскажем об одном – о Сайпане. Островное государство в западной части Тихого океана состоит из двух цепей островов – северной и южной, протянувшихся почти на 645 километров с севера на юг. Наиболее крупные острова южной цепи – Сайпан, Тиньян и Рота, самый маленький – Фаралон де Пахарос, площадью менее половины квадратного километра. Сайпан внесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель наиболее постоянной, круглосуточной, круглогодичной температуры в мире – плюс 27 градусов Цельсия. Нам это показалось очень комфортным. Теплая погода, пляжи с белым песком, голубое небо, изумрудное море, тропические растения и мистические пещеры – все это делает Сайпан привлекательным для туристов и, конечно же, для нашей съемочной группы. Отели высокого качества, гольф-клубы мирового уровня, роскошный шоппинг, изысканные рестораны, знаменитые места для ныряния и бесчисленное множество развлечений. Маленький остров, всего 23 километра в длину и 8 километров в ширину, имеет большую историю. Легенда и быль, чудеса и клады, пираты и битвы – все это есть здесь, на небольшом кусочке райской земли под названием Сайпан. Хафа Адай, добро пожаловать на Сайпан! Сейчас на Марианских островах проживает около 80 тысяч человек, большинство из них – иностранные рабочие. Местное население – коренные жители – чиморцы и королинцы. За последние 500 лет острова перенесли множество вторжений – испанцев, немцев, японцев, американцев. Очаровательный улыбчивый чиморинец рассказал нам свою историю. Моя мама – чиморито, в ней течет испанская, португальская и русская кровь. Мой отец – королинец, но в нем есть также и китайская кровь. Так, у меня мама – чиморийка, папа – королинец. Моя новая национальность называется чиморинец. Вследствие вторжения европейцев на острова сформировалась единая культура, не похожая ни на одно современное общество в мире. Сегодня на Марианских островах образовалась смесь традиций и обычаев двух древних культур с менталитетом Запада и Азии, что повлияло на все стороны жизни – законы, быт, музыку, танцы, праздники, местную кухню, народный промысел и рукоделие. Это традиционный сувенир северных Марианских островов, называется Боджобо. Если вы завяжете ручки и ножки, повесите перед глазами, то это принесет вам счастье. Если вы завяжете ручки у девочки и у мальчика, повернете их лицом к друг другу, завяжете еще ручки, то это принесет вам любовь. Куклы делаются из натуральных орешков разных деревьев, и даже глазки и ротик тоже делаются из орешков, которые деревья можно найти только на сайпане и теняне и роте. Также юбочки делаются из кокосов. Сувениры – необходимый атрибут туризма, который здесь составляет основу экономики. На территории Содружества действует американская правовая система и американские законы. С 1986 года гражданам Содружества было предоставлено гражданство США. Одна из привилегий, что мы находимся на территории Америки – это то, что американцы дали нам гражданство, предоставили нам американский паспорт, с которым мы можем путешествовать везде. Наши дети могут спокойно ездить учиться и получать все привилегии американских детей. Наши государственные учреждения все существуют за счет американских денег, все дороги, которые у нас выложены. Все это оплачено американским правительством. Официальная валюта – доллары США, официальный язык государства – английский. Также используется язык чимора и каролинские наречия. По данным археологических раскопок, первые люди заселили острова полторы тысячи лет до нашей эры. На пляже Агинган-Бич в самом юге острова более 500 лет назад находилась древняя деревня. В ней было 20 деревянных домов из опорных колонн латэ, крытых соломой. До сих пор на пляже после шторма можно найти осколки глиняной посуды. Здесь же у мыса Агинган в Сайпанском проливе в 1638 году потерпел крушение испанский галеон с грузом золота. К этому времени португальский мореплаватель Фердинанд Магеллан уже открыл острова в 1521 году и занес их на карту мира. В 1565-м Испания объявила острова своей территорией и управляла ими 300 лет. Галеон-нуэстро-сеньора де Кассепсион пролежал над ним многие годы, прежде чем лишь небольшая часть груза была найдена подводной экспедицией в 80-х годах. Сейчас это экспонаты местного музея истории и культуры Северных Марианских островов. А большая часть сокровищ до сих пор остается на дне пролива. Мы тоже призадумались о том, как бы собрать экспедицию для съемок, но решили снять программу «Без башни» о местных дайверах и сказочных подводных красотах. Слишком много разрешений нужно для того, чтобы искать здесь сокровища. Да, к тому же, рифы и сильное течение не дают возможности экспедициям тщательно обследовать дно. Но не вся акватория Сайпана так не приступна. Большая лагуна – рай для дайверов. В лагуне находится остров Монагаха. Это царство морского отдыха. Белый песок, красивый коралловый риф, изумительный подводный мир вокруг него. Здесь нет жилых зданий, только прокат оборудования, магазин и кафе. Остров Крохотный, его можно обойти пешком за 20-30 минут. Среди пальм возвышается статуя каролинского вождя Агуруб, основавшего первое поселение каролинцев на Сайпане в XIX веке. Уважение и почтение к его особе местные жители выразили оригинально. Чтобы на его прах не наступали люди, он был похоронен стоя рядом с огромным деревом. Для местных жителей это дерево священно, так как они верят, что вокруг этого дерева живут духи умерших предков – татамона. Вокруг этого дерева нельзя мусорить и нельзя его ломать, иначе духи татамона отомстят. Священное дерево татамона также можно увидеть на территории отеля P.I.C. Практически в нашем отеле можно узнать о истории Марианских островов, не выходя из территории отеля. Начиная с того, что когда строился поселение крыло отеля, было найдено одно из самых древних селений на Марианских островах. Эта деревня сегодня уже законсервирована, отель построят. В память от нее остался маленький памятник камен-лате и большое дерево татамона. На острове Сайпан около 30 отелей, из них 10 являются основными для туристической индустрии. Отель Pacific Islands Club или сокращенно P.I.C. – это единственный большой американский отель на острове. На дизайн повлияла галера Маэстро Сеньора де Концепсион, которая затонула недалеко от P.I.C. в 1683 году. На стойке администратора можно увидеть постоянную выставку от местного исторического музея. Это вещи, которые были подняты с днем моря. В водном парке отеля можно увидеть копии затонувшего галлиона. P.I.C. – самый жизнерадостный отель на Сайпане. Первая линия – с аквапарком прямо на территории. Своим активным гостям отель ежедневно, бесплатно предлагает более 40 видов спорта, дневных и ночных развлечений. Наша съемочная группа пыталась попробовать все, но после насыщенного трудового дня нас больше привлекла ленивая речка с надувными кругами. Можно было, конечно, обаловаться аттракционом «Искусственное цунами» или выбрать один из четырех бассейнов, или сделать свой первый нырок с ипалангом с русским инструктором. Любители экстрима привлекают в этом отеле двухполосный тренажер «Искусственная волна» – единственный тренажер во всей микронезии для занятий бодисерфингом. Рядом на пляже отеля можно пользоваться бесплатными байдарками, виндсерфингами, поплавать с маской и трубкой вдоль кораллового рифа, прокатиться в лагуне на катамаране. На суше отдыхающих ждут уроки и игра в теннис, пляжный волейбол, баскетбол, занятия аэробикой и степ-аэробикой, стена для скалолазания, стрельба из лука, мини-гольф и игровой центр с бильярдом, настольным теннисом и гигантскими шахматами. На протяжении дня проводятся разнообразные соревнования и игры. Детский клуб отеля для детей с 4 до 12 лет – лучший на острове, имеет самый богатый опыт в работе с маленькими гостями. Вся информация в отеле и по острову переведена на русский язык и предоставляется туристам бесплатно. «Очень сильно изменился поток русских туристов. За последние 11 месяцев по сравнению с прошлым годом количество туристов из России повысилось на 107%. Хотя цифра и не очень большая, но если смотреть, сколько тратят русские туристы на острове, это получается очень важная часть дохода в туристическом бизнесе страны. Большинство туристов приезжает с Дальнего Востока». В этом году на Северных Марианских островах проходит федерализация, то есть Сайпан и остальные острова входят в состав США. Для туристов, желающих посетить остров Сайпан, сообщаем, что с 28 ноября 2009 года вступают в силу новые правила въезда на остров Гуам и Северные Марианские острова. Для россиян, как и для граждан всех остальных стран, для въезда на Сайпан понадобится действительная американская виза. Так что туристы не ждите, спешите, пока еще есть возможность посетить Сайпан без американской визы. Но вернемся к разговору об отелях Сайпана. Их хоть и немного, но выбор разнообразный. В зависимости от того, как вы любите проводить время, можно выбрать и подходящий отель. Если вам жизненно необходим спорт, это отель P.I.C. Если вы гурман, хотите попробовать кухни народов мира, расслабиться в СПА, выбирайте Fiesta Resort & Spa. Отель находится в туристическом центре Сайпана на берегу лучшего пляжа Майкробич. Рядом торговые центры, бары, ночные клубы. Лучшее традиционное тропическое шоу на островах собирает гостей каждый вечер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиеста предлагает номера с видом на море, эксклюзивные и женские номера, отделанные в соответствии с последними тенденциями современного дизайна. В эксклюзивных номерах для гостей предоставлены халаты от Ralph Lauren, спа-наборы, египетское постельное белье, фирменные ванные принадлежности для женщин от компании Lord & My Fire, а для мужчин от компании Hermes, индивидуальный сервис. Изысканно украшенные номера для молодоженов привлекают своим романтизмом. Живые цветы, шампанское, конфеты каждый день в номер. Все эти небольшие, но трогательные знаки внимания обязательно добавят молодоженам хорошего настроения. Всем гостям отеля предлагается два больших бассейна, окруженных тропическим садом, два теннисных корта, шесть ресторанов и баров с разнообразной кухней, которая просто поражает воображение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромный выбор разнообразных блюд японской, европейской, тайской, индонезийской и других кухонь мира. Все это приготовлено искусными поварами, и каждое блюдо – шедевр. А на день рождения вы обязательно получите вот такой подарок от шеф-повара и душевное поздравление от персонала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В спа отеля «Фиеста» предлагается массаж и уход за телом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отличительная особенность нашего спа от всех – это необыкновенный массаж волнами. Как идут волны в океане, так же идут движения массажистки. Расслабляющая атмосфера и доброжелательный персонал, который поможет вам почувствовать вдохновение моря и природы микронезии. Все это омолодит не только ваше тело, но и душу. И еще один совет от нашей съемочной группы – если остановитесь в отеле «Фиеста», обязательно посмотрите «Огненное шоу» – захватывающее зрелище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом наша программа заканчивается. В следующей программе – продолжение путешествия нашей съемочной группы по райскому острову Сайпан, а также по очень маленькому, но очень интересному острову Рота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова